На участке Свердловского района столицы с утра большая очередь избирателей и горожане проверяют себя в списках и проходят идентификацию. Процедура голосования по новым технологиям оказалась проще, чем ожидали. Тестерина прошла, биометриевские данные нашли, раньше биометриевские данные проходила, сейчас есть. Я считаю, это долг каждого гражданинного Кыргызстана. Мне так посмотрело, подумала, честнее будет, наверное, потому что обязательно кто-то находит, кто не находит. Значит, каждый не может, подделать все нельзя. В столице своего рода репетиция выборов проходит второй день. Накануне тестирования по биометрическим данным прошли на около 100 участках Бишкека. Такая процедура дает возможность проверить работу нового оборудования и ознакомить избирателей с новыми методами голосования, говорит вице-премьер. Мы уже завтра заканчиваем по городу Бишкек. Вчера закончилась по Нарынской области, и Оржская область тоже завтра заканчивает. Практически до 10 августа во всех 2288 избирательных участках в Кыргызстане, стационарных, мы провели тестирование. В регионах, конечно, эта цифра выше. Вот, допустим, на Нарынской области вчера мы предварительно итоги подвели. И 100 человек, 96 человек на каждом участке находят себя в списке и идентифицируются удачно. То есть 4% пока составляет погрешности в регионах. А по городу Бишкек, это вчера был первый день, доходило до 12% погрешности. На сегодняшний день свои биометрические данные сдали 2 млн 657 тысяч человек, то есть больше 90% граждан, постоянно проживающих в республике. Применение новых технологий в избирательном процессе обеспечит прозрачные выборы, считают специалисты. В новой модели избирательного процесса предусмотрена идентификация, вернее составление списка на основе биометрической регистрации граждан. А затем в день голосования идентификация граждан тоже на основе биометрических данных. Для чего это необходимо? Ну, прежде всего, улучшить качество списков избирателей, чтобы туда вошли реальные граждане, чтобы для того, чтобы исключить голосование за другого. Между тем, пункты по сбору биометрических данных продолжают функционировать, а не прекратят свою работу за 15 дней до начала выборов. Тот, кто не успеет к этому времени сдать свои биоданные, не будет допущен к голосованию.